Здравствуйте! Алгебра 8 класс. Тема урока «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». На уроке нам предстоит повторить правила сложения и вычитания числовых дробей с разными знаменателями, изучить правила сложения и вычитания алгебраических дробей с разными знаменателями, научиться выполнять действия сложения и вычитания рациональных дробей с разными знаменателями, научиться находить допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. На уроке вам понадобится тетрадь и ручка. Я надеюсь, что вы их уже приготовили и даже открыли тетрадь. На экране 8 примеров. Требуется увидеть, в чём их отличия друг от друга и разделить примеры на две группы. Рассмотрим примеры. В примере номера 1 видим вычитание двух дробей с одинаковыми знаменателями. Найдём ещё примеры, где предложены действия с одинаковыми знаменателями. Это примеры номер 2, 5 и 8. Остальные примеры представляют собой действия с разными знаменателями. Это примеры номер 3, 4, 6 и 7. Выполним задания, разделим их на две группы. Первая группа – сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вторая группа – сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Повторим правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Чтобы сложить две дроби с одинаковыми знаменателями, надо сложить числители, а знаменатель оставить прежним. Чтобы выполнить вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, нужно из числителя уменьшаемого вычесть числитель вычитаемого, а знаменатель оставить прежним. Решим примеры первой группы. Пример первый. 14b²⁵ минус 9b²⁵. Вычитаем числители. Результат 5b²⁵. После сокращения ответ b². 12b²⁵ плюс 3b²⁵. Видим результат 15b²⁵. Следующее действие. Вычтем 2а минус 4 деленное на 4а. Из этой дроби вычитаем дробь 3а минус 4 деленное на 4а. Выполняем действие в числителе. Обратите внимание на изменение знака перед последним слагаемым. Видим минус а деленное на 4а. После сокращения минус 1 четвертая. При а неравном нулем. Последний, четвертый пример. 5 деленное на разность х и 5 минус х деленное на разность х и 5. При выполнении действий, если поставить перед дробью знак минуса, то числитель и знаменатель совпадают. В результате получаем в ответе минус 1 при х, неравном 5. Для решения примеров второй группы повторим правила сложения и вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями. Чтобы сложить или вычесть, две дроби с разными знаменателями надо привести их к общему знаменателю, а затем применить правило сложения или вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Правило можно представить и в таком виде. АВтых плюс СДтых равно АД плюс СБ деленное на БД. Или АВтых минус СДтых равно АД минус СБ деленное на БД. Допустим, при вычитании из 8, 9, 5, 6 сначала приводим обе дроби к общему знаменателю 18, затем вычитаем из 16, 18, 15, 18 и в ответе получаем 1, 18. Разберем ситуацию на уроке алгебре. По просьбе учителя восьмиклассница Ася выполнила сложение обыкновенных дробей с разными знаменателями так. Посмотрите на экран. Учитель сказал, что такое решение заслуживает оценки 2. Ясно, что Ася знает правило, но что-то путает. Учитель попросил другого ученика, Руслана, проверить ответы, охарактеризовать ошибки и выполнить действие правильно. Руслан сказал, что Ася использовала правило сложения обыкновенных дробей, но все те преобразования, которые нужно было выполнять со знаменателями, она производилась числителями этих дробей. И выполнил решение примеров по-своему. Привел в первом примере обе дроби к общему знаменателю 84 перемножив 7 и 12. И выполнил сложение дробей. 60 плюс 35 деленное на 84. 95, 84 или 1,1184. Во втором примере привел обе дроби к общему знаменателю 63 и сложил их. В ответе получилось 299 63 или 4,4763. В третьем нашел общий знаменатель, перемножив 13 и 21. Получилось 273. И тоже выполнил сложение дробей уже с одинаковыми знаменателями. В ответе, как вы видите, получилось 1,83273. Учитель проверил ответы, сказал, что все они верны, и поставил Руслану оценку 4. Удивлены? Весь секрет во втором примере. Дело в том, что складываемые дроби 13 седьмых и 26 девятых неправильные. Первоначально их нужно представить в виде смешанных чисел. 1,6 и 2,89. А затем выполнить сложение. 1,67 плюс 2,89. Получаем 3,11063 или 4,4763. Это решение рациональное. И если бы Руслан решил второй пример так, то получил бы оценку 5. Рассмотрим еще одно решение этого примера, приводящее к более легким вычислениям. 13 седьмых запишем как 2 минус 1 седьмая. 26 девятых в виде 3 минус 1 девятая. Сложим целые числа 2 и 3, вычтем из их суммы, равной 5, сумму дробных чисел 1 седьмой и 1 девятой, приведя их к общему знаменателю 63. 5 минус 16 шестьдесят третьих. 4,6363 минус 16 шестьдесят третьих. 4,4763. Над алгебраическими дробями можно осуществлять преобразования, аналогичные тем, которые применяют для обыкновенных дробей. Так при сложении дробей разложим знаменатели обеих дробей на множители. Найдем общий знаменатель, умножив 4,2,5 и выполним сложение. 15а плюс 14а сороковых. Результат 29а сороковых. При вычитании дробей b делённый на 3а и 3с делённый на 4а в кубе b также разложим знаменатели на множители. Найдем общий знаменатель, используя и численные, и буквенные множители знаменателей. Причём взят множитель а в кубе, а не множитель а. То есть из множителей с одинаковой буквенной частью взят множитель, имеющий большую степень. Ответ 4а квадрат b квадрат минус 9с делённое на 12а в кубе b при а и b неравным нулём. Найдем сумму 2 делённое на разность икса и трёх и 4х делённое на сумму икса и трёх. Первую дробь домножим, и числитель, и знаменатель её на сумму икса и трёх. Вторую дробь, и числитель, и знаменатель этой дроби домножим на х минус 3. Это дополнительный множитель. Складываем числителем, открыв скобки, приведя подобные, получаем дробь числитель 4х квадрат минус 10х плюс 6, знаменатель дроби, произведение разности икса и трёх и суммы икса и трёх. Знаменатель можно представить в виде разности квадратов, то есть, так, х квадрат минус 9. Тогда ответ 4х квадрат минус 10х плюс 6 делённый на х квадрат минус 9 при х неравном плюс-минус 3. Разобраны три примера. Шаги решения примеров укладываются в алгоритм выполнения действий, сложения и вычитания алгебраических дробей с разными знаменателями. Шаг 1. Знаменатели дробей разложить на множители. Шаг 2. Найти наименьший общий знаменатель для дробей. Шаг 3. Привести все дроби к найденному знаменателю. Шаг 4. Сложить или вычесть дроби по правилу вычитания или сложения дробей с одинаковыми знаменателями. Шаг 5. Определить область допустимых значений входящих переменных. Согласно алгоритму разберём решение двух примеров. Выполним сложение двух дробей. 5 делённое на 2а квадрат минус а и 3 минус а делённое на 4а квадрат минус 1. Шаг 1. Знаменатели дробей нужно разложить на множители. Выполним этот шаг. Чтобы разложить на множители, знаменатель первой дроби вынесем общий множитель а. Получим 5 делённое на произведение а и разности двух а и единицы. Для разложения на множители знаменателя второй дроби применим формулу сокращённого умножения, а именно формулу разности квадратов. После разложения получим дробь в числителе 3 минус а в знаменателе произведение суммы двух а и единицы и разности двух а и единицы. Шаг 2. Необходимо найти наименьший общий знаменатель для дробей. Общий знаменатель – это произведение множителей знаменателей обеих дробей без повтора. Произведение а, суммы двух а и единицы, разности двух а и единицы. Шаг 3. Приведём обе дроби к найденному знаменателю. Для чего и числитель, и знаменатель первой дроби умножим на суммы 2а и единицы. Результат. Дробь 10а плюс 5 делённое на произведение а и разности четырёх а квадрат и единицы. Вторую дробь, числитель и знаменатель её домножим на а. Результат. Дробь. Числитель 3а минус а квадрат, знаменатель произведения а и разности четыре а квадрат и единицы. Осталось выполнить четвёртый шаг. Сложить дроби по правилу сложения дробей с одинаковыми знаменателями. Складываем числители дробей, приводим подобные. Итак, ответ. Минус а квадрат плюс 13а плюс 5 делённое на произведение а и разности четырёх а квадрат и единицы. Не забудем определить область допустимых значений входящих переменных. Выражение а, умноженное на разность четыре а квадрат минус один, стоящее в знаменателе, не должно быть равным нулю. Разложим на множители и рассмотрим каждый множитель отдельно. Итак, а не должно быть равным нулю, не должно быть равным минус 0,5 и не должно быть равным 0,5. Пример второй. Выполним вычитание дробей, которые вы видите на экране. Согласно алгоритму, разложим знаменатели на множители. Нам повезло! Знаменатель первой дроби уже записан в виде произведения двух разностей. Так что разложим на множители только знаменатель второй дроби, применив способ группировки. Получили дробь, числитель которой 16у плюс х квадрат, а знаменатель произведения. Разности у и единицы и разности х и четырёх. Наименьший общий знаменатель очевиден. Это и есть произведения. Разности у и единицы и разности х и четырёх. Обе дроби имеют одинаковые знаменатели. Значит, шаг третьего алгоритма пропустим. И выполним четвёртый шаг. То есть, вычтем дроби с одинаковыми знаменателями. Выполняем вычитание числителей. Предлагаю продолжить решение. Кстати, обратите внимание на изменение знака перед х квадратом. Продолжаем решать. Разложим способ группировки числитель, полученный дроби. Разложим х квадрат минус 16 и сократим. В ответе видим сумму х и четырёх. И запишем область допустимых значений входящих переменных. Х не должен быть равен четырём. У не должен быть равен единице. Найдём разность дробей, которые вы видите на экране. И правильно оформим запись решения. Вот так выглядит решение этого примера. В конце запишем при а, неравном нулю, b, неравном нулю и а, неравном минус b. Знать алгоритм решения хорошо. И хорошо бы знать, что преобразование рационального выражения, которое является суммой или разностью целого выражения, и дроби сводится к нахождению суммы или разности дробей, так как любое целое выражение можно представить в виде дроби со знаменателем 1. О чём это я говорю? О том, как решить пример 4, где просят упростить данное выражение, имеющее целое выражение а квадрат минус а плюс 1 и дробь а в кубе делённое на а плюс 1. Представим целое выражение в виде дроби со знаменателем 1. Приведём обе дроби к общему знаменателю а плюс 1. Это выражение и является дополнительным множителем для целого выражения. Вычитая числители дробей, видим одну из формул сокращённого умножения, сумму кубов двух выражений. Приводим подобные и видим результат. Единица делённая на а плюс 1, где а не равна единице число. Шаг за шагом на уроке мы изучали новую тему, приобретали новые знания и пришли к результату. Из всех сокровищниц знания всех драгоценнее, потому что оно не может быть ни похищено, ни потеряно, ни истреблено, гласит индийская народная мудрость. Не забывайте приобретать знания самостоятельно. Продолжите работать над пройденной темой. Смотрите следующий наш урок, чтобы узнать ещё что-нибудь новое. Я рада была нашей встрече. До свидания, дорогие зрители!